Эта папка в закинутом колодже у вёсцы Брыцаловича Осиповицкого района ляжала с 1941 года. Одну скрынью таких документов знайшёл мясцовый Жихар 15 годов тому. Заховывал дома. Потом его родные передали их в Дарагановский школьный музей. И только лета сияны трапили до специалистов Викру. Документы поступили таким аналистам, таким, так сказать, кирпичом. Очень сложно было их расслоить. Для этого используется раствор специальный. После того, как документы промыкают, их аккуратненько с помощью вязальной спицы или длинных иголок швейных расслаивают. Можно вот после вскрытия обнаружилось, что это исполнительное производство о взыскании алиментов. Обычное бытовое дело, которое рассматривалось в судах. Исполнительное производство. Да, по взысканию алиментов. Сейчас то же самое. Офицеры, которые развелись. По словам историков, червона армейцы боялись окружения. Тому изнищали усе документы. Кабьяны не трапили до ворога. Так что навод справы про спагнание алиментов могут раскрыть прозвища командиру 214-й поветерно-десантной бригады. Личного состава 214-й воздушно-десантной бригады, которая входила в 4-й воздушно-десантный корпус. На ее базе, собственно, был сформирован этот корпус, на базе этой бригады. О нем мы знаем очень мало, несмотря на то, что, казалось бы, о десантниках известно много. Но, что касаемо личного состава, на 41-й год мы знаем единичные фамилии. Сярод знайденных документов так сама загады по заходней особой военной окрузе. Пакуль самый ранний датуется 1936-м годом, самый поздний – 12-го червеня 1941-го года.